Мы знаем изречение Священного Писания Многими скорбями надлежит пойти в Царствие Небесное Как раз это слово Иоанна Затаустова и о скорби Скорбь приносит величайший плод Величайший плод происходит от скорбей А какой этот плод? Посмотрим Валимся скорбями, говорит апостол Знаю, что от скорби происходит терпение От терпения – опытность, от опытности – надежда А надежда не постыжает Римлянам 5.3.5 От этого происходит тот величайший плод Что человек, подвергающийся скорбям, делается более крепким Как из деревь, те, которые стоят в местах тенистых и безветренных Бывают хотя цветисты по виду, но изнежены и слабы И скоро повреждаются от всякого напора ветров А те, которые стоят на высоких вершинах гор Колеблются многими и великими ветрами Переносит частые перемены воздуха Потрясаются жесточайшими бурями И засыпаются обильным снегом Бывают крепче всякого железа Подобно как и тела, воспитываемые во многих различных удовольствиях Украшаемые нежными одеждами Часто омываемые и намощаемые с изришеством Изнеживаемые разными родами пищи Делаются совершенно негодными к подвигам благочестия и к трудам И достойно величайшего наказания Так что точно и души тех, которые ведут жизнь чуждую бедствию Наслаждаются удовольствием, приятно занимаются настоящими предметами И жизнь беспечальную предпочитают терпению скорбеть до Царства Небесного Подобно всем святым Бывают нежнее и слабее всякого воска И готовятся в пищу вечному огню А те, которые подвигаются опасностям, трудам и бедствиям Скорбят для Бога и воспитываются в них Бывают крепче самого железа или тверже адаманта От частого перенесения бедствий делались неодолимыми Для нападающих и приобретая некоторый непобедимый навык Терпению и мужеству И как те, которые в первый раз вошли на корабль Чувствуют тошноту и головокружение Смущаясь, испытывая неприятные ощущения И подвергаясь умопомрачению А те, которые часто и долго бывали на морях Плавали по бесчисленным волнам И испытывали частые кораблекрушения Смело решаются на такое путешествие Так точно и душа, претерпевшая много искушений И подвергающаяся великим скорбям Привыкнув к трудам И приобретя навык терпению Бывает небоязлива, нерабка И не смущается приключающимся скорбными обстоятельствами Но от постоянного упражнения В случайностях и частых испытаниях Разных событий Делается способно переносить С великой легкостью все приключающиеся бедствия Потому еще прежде царства и небесных венцов Мы получаем отсюда величайшую награду Так как от частых скорбей Душа наша делается более крепкою И помыслы становятся более твердыми Итак, зная все это, возлюбленные Будем мужественно переносить приключающиеся печальные обстоятельства Как происходящие по воле Божией И до нашей пользы Не будем унывать и падать духом при встрече с искушениями Но стоя со всем мужеством Будем непрестанно благодарить Бога За все оказанные нам благодеяния Чтобы нам насладиться настоящими благами И удостоиться будущих даров Аминь